Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и мы ведём Польшу к религиозной доминации в Сидмерс Цивилизейшн 6 Гейзер Инд Сторм на уровне сложности божества, то бишь на последнем. Ну, как ведём? Пытаемся, во всяком случае. Если вы случайно наткнулись на это видео, то начните просмотр с первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику, а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Итак, мы вышли в героический век. Так, у нас тут, во-первых, котик пришёл, отлично. У нас все, мы можем покупать строителей и поселенцев за веру, а это значит, что я хочу вот тут город поставить. Наверное, даже вот прям на болото, скорее всего. Ну да, я думаю, именно. Хотя, с другой стороны, вот здесь мы хотя бы у нас, может, на бананы. Тут гавань будет получше. Два-три минуты до этих рыб. Ладно, пофигу. Там потом будем разбираться, что куда дотягивается. Ну, сначала поселенцы купим. Дальше мы распространяем нашу религию на инков. Конго мы уже обратили. Кстати, интересно, куда отваливается Кванг? Ну, скорее всего, к китайцу. Я немножко далековато. Ну, минус два, я не думаю, что отвалится, честно говоря. Ну, кстати, у Конга золотой век, а у Китая нормальный. То есть, когда они будут в одинаковых веках, это еще сильнее будет отваливаться. Ладно, потом посмотрим. И у нас уже, видите, союзы. Что с Конго, что с Китаем, что с инками. То есть, со всеми соседями союза. Но, конечно, наука и культура, мягко говоря, фиговая. Так, давайте мы... Не, ну, открытые границы мне все равно надо с Вавилоном, потому что это скаут никуда не денется. Давайте открытые границы... Давайте даже делегацию я к нему отправлю. И открытые границы. Торговать мне нечем. Он мне даже за открытые границы заплатит. Очень хорошо. Так, ну и куда нам этого скаута? Давайте пока сюда отправим. А этих ребят нам надо обращать города Инка. Свою религию. Дальше. У нас есть вот эта способность Польши, что при строительстве либо военного лагеря, либо форта, у нас происходит культурный захват. В любом случае, для строительства форта нам нужен военный лагерь. Потому что только так мы сможем строить военных инженеров, которые строят форты. Ну там военную академию... Не к военную академию, а что там у нас? После казарм я уже забыл. Ну я не открыл еще эту фигню. В любом случае, нам в быдгоще вот тут построить военный лагерь. И мы проведем культурный захват. Более того... Блин, если я в быдгоще вот тут построю военный лагерь, я смогу и Чаньша, и Укванга. Культурный захват провести. Но это надо подождать. Ну а хотя с другой стороны, нафига мне? У меня Конго и так все в моей религии. То есть Чаньша... Ну в общем, вот тут нужен военный лагерь, очевидно. Но опять же, мне для этого быдгощ надо вырастить. Тут военный лагерь. Ну возможно еще в Люблине. Например, здесь военный лагерь, и тогда Шиньян мы еще... Ну, Чаньша и так в моей религии, видите? И оно как-то... Мне как-то вот именно Шиньян надо. То есть мне вот здесь нужен военный лагерь на самом деле. Я бы эту клетку даже... Ну, давайте подождем пока, ладно, с выкупом клетки. Че тут меня в городах государства хотят? Нанмадол, торговый путь. Кстати, мы Нанмадол встретили. Лиссабон, обращение в веру. Болония, обращение в веру. Создать священное... Все, кстати, выполнимо. И между прочим, обратите внимание, что у Болонии иудаизм уходит. Но это, конечно, не я влияю, скорее всего, да. А, странно. Все равно иудаизм самый влиятельный. Ведь почему он тут в минус показывает? Непонятно. Так, Вротслав, давайте на рост, наверное, пока переключим. Хотя, нет, тут, кстати, это глюк, что тут не растет, потому что я только что посила взял. Это вот странно, тут в шестой циве почему-то эти глюки, когда вы покупаете поселенцев... Аквейдук, чудо света античности. Два арбалетчика. Так, вот тут надо поставить все-таки на апгрейд в золоте и апнуть. Если проверим, может, вместо инсулт что-нибудь новенькое. Средства гавань нет. Слушайте, а что у меня... Подождите. Что у меня там? Монументальность. Реформа денежного обращения. Исход евангелистов. Нет. Нету науки от коммерческих центров, поэтому соседство гавани или коммерческому центру не нужно. на... Это все пока не нужно. Блин, у меня это как-то в теологию те... Промышленные зоны не... Не работают. Не работают. Ну, все-таки я вот это пока оставлю. Губернаторов маловато. И 50% именно на апгрейд юнитов я хочу... Но мне надо как минимум 2 арбалета. 60. Нормально. Литье продвинули. В общем-то, литье и открываем. Феодализм. Ученичество. При помощи копейщика. Не получится. Чудо античности тоже, наверное, уже не получится. Давайте потом... Контерфорс, наверное, после литья. Блин, что ты сюда прешься, вот? Чмо доассистское. Извините, если меня смотрят доассисты. За оскорбление. Зависит, тут не нападал апостол. Если вот помните, в конце прошлой серии я боялся... Ну, вот он стоит. Вообще-то. У него только просто один заряд. Мне кажется, он стремается на... Двух моих... Миссионеров. Поднимать свой... Не знаю, что... Посох. В Кракове амбар. Краков растет. Мне надо до 10 вырасти, чтобы тут театралку ставить. Так? Вообще, я еще могу и акведук. Ну, тут как-то не особо много выбор. Где акведук ставить? Честно говоря... Ну, промышленную зону... Что, мне тут придется ставить промышленную зону? Промышленная зона рядом с каменоломнями. Ну, и тут в Плотске. Кстати, в Плотске вот тут офигительное... Ну, как офигительное? Обычно я тут не могу... Я в Плотске не могу акведук построить, да? Да. Ну, тут будет соседство с железом и двумя каменоломнями. То есть, можно даже сразу поставить, что вот тут промышленная зона очень неплохая. Вовротславе. Вовротславе. Тут вот акведук. Или здесь вместо риса? Блин. Просто здесь все-таки... Извините. Дерево дает соседство священного места. С другой стороны, ну, господи, уйдет плюс один соседство. Я уже не оттуда получаю основные... Ладно, тут надо подумать. Давайте сделаем так. Этот у меня шел тут фермы строить, но... Я, видимо, здесь буду убирать. Давайте... Строителя в очередь. Тут акведук. А этим рабочим, значит, начинаем убирать лесопилки, к сожалению. Блин, ну, производства жалко. Но мне просто больше негде, честно говоря. Так, а что я открыл? Так, у нас остался феодолин. Давайте средневековые ярмарки. А скоро у меня вообще будет... Четвертый торговый путь. Два хода. Ну, нормально. Я успею ускорить. Так, значит, у меня плохие отношения только с крест... Ну, вот он все-таки. Включил своего апостола. В смысле начинает? У меня возрождение еще прошлым ходом началось. Плюс 5 к боевой мощи. А есть религиозные, интересно? Нету? Ну, давайте за разведку проголосую. А контроль над границами... Ну, я и так культурный. Ну, я бы... Ну, вообще за себя. Чего у меня? Сколько у меня? Ну, у меня только 4 голые... 4 этих... Дипломатических очка. Я там... Да, я же реликвии хотел выкупить в конце просто серии. Совсем забыл. Ближний бой плюс 5 и... Новые районы, посмотрите, в игроков еще... То есть, я всеми районами осуществляю культурный захват. Ну, мне надо здесь прям кампус строить, очевидно, в Люблине. Прям посмотрим. По идее, даже это переведет Шиньян. По идее, по моему... По моей способности. Смотрите. Религия, основанная Польшей, получает большинство из соседних городов, которые теряют клетку в результате культурного захвата. Неважно, каким районом абсолютно. Так что, надо попробовать. Так, плывем пока сюда. Тут мы делаем маяк. Тут пока феодализм. Тут вырубаем и ставим акведук. Виктор Влодь приехал. Тут можно на рост переключать. Ну, тут я, в первую очередь, на рост, потому что надо больше жителей. Так, тут сваливаем. Злой апостол пытается нас от истинной веры. Кстати, он тоже проиграл в религиозной битве. В пятой тоже были религиозные битвы, и они снижали силу. А так, что вот он был полный хп, что 50-ка, все равно религиозная сила 100. Ну, вот и смысл мне бояться этих апостолов. Одного тем более. Так, я не смогу открытые границы со шведом. Со шведкой договориться. О, с Хамурапи можно дружбу. Нужен ли мне с ним союз, интересно? Религиозный. Но я бы хотел на его города оказывать, опять же. Нет, пожалуй, нет. Нет, ничего не буду пока покупать. Во всех священных... А, нет, вот здесь еще, смотрите, у нас еще можно будет мечеть прикупить, да? Я хочу карточку. Ну, блин, 50%, но видите, в данном случае... О, слушайте, у меня уже плюс 5 здесь. У меня вот тут плюс 5, кстати. Плюс 3. Ну, может быть, даже карточкой поработает. 50, про меня надо 10... Ну, там 15 жителей. То есть, в принципе, у меня сейчас пока к этой карточке стремиться нет смысла. Потому что она просто работать не будет. Она в теологии, явно. Или в теократии. Я постоянно забываю. Теология или теократия там. Так, дополнительный караван. Я вообще даже караван купил. А, нет, слушайте, меньше все-таки он дает раненые-то. Ну, католицизм и вкуска. Ну, мне надо как-то, наверное, попытаться... Или... Или Китай просто апостолами завалить. Потому что тут... У Вайлона-то религии своей нету. Ой, вот это я сейчас мискликнул. Так, во Вроцлаве... Так, подождите, я хочу первых купить караван. Сколько он стоит? Сто сорок. Да, покупаю. За деньги, а не за веру. Вера мне нужна. Так, здесь я покупаю... Тайл и феодализм ускорен. Слушайте, а что, у меня уже было пять? Уже было пять ферм? Что-то я... Я вроде считал-считал. Еще раз. Раз. Два. Три. А, ну да, четыре, да. Да, было пять все-таки. Пропустил некоторые. Ну, не важно, феодализм. Очень хорошо. Чем плохо? Так. Тут я хочу вот эту пшеницу вырубить. Но не хватает деньги на выкуп клетки. Да, семьдесят пять. Следующим ходом откладываем строительство. И начну здесь... Слушайте, а у меня есть возможность? Да, есть. Откладываем. Слушайте, тут надо бы подумать, где нам акведук ставить. У меня три клетки есть. Так. Ну, я бы либо здесь, либо здесь. Ну, и где мне лучше-то промышленную зону? Ну, это от леса все, напоминаю себе, надо вырубить. Потому что Килиманджаро извергнется, и этого леса не будет просто. Ну, блин, по-моему, одинаково. Что тут, что тут ставить акведук? Ну, давайте, предположим, сюда акведук. Сюда промышленная зона. Пропуск. Так, болото это не осушаем. Тоже надо бы не забыть. Четыре тут одну. Давайте камень обработаем. Так, и быткач пропускаем. В Варшаве строим. Светилище есть. Но... Давайте все-таки пока гавань. Блин, а может здесь центр коммерции? Плюс три. Гавань плюс три есть. Ну, и цен... Ну, мне бы хотелось какой-то... У меня уже гавани достаточно. Я думаю, что тут как раз центр коммерции. Да, я знаю, что на холме. Прекрасно отдаю себе отчет в этом. Блин, так хотелось бы сюда еще город поставить. Но по лояльности отвалится. Этот не отвалится. А вот тот отвалится. Хотя, знаете, как не отвалится? Тут вообще никакого влияния пока нету, да. Ладно. Заканчиваем. Так, это пока тут стоит. Ждем возможности апгрейда в каравеллу. Ну, давайте сюда вниз. Я потом, может быть, и гранату еще обращу. Ну, вообще тут уже дофига миссионеров. И по-хорошему, мне бы апостолов посылать. Ну, мне что-то не хочется апостолов без Монтсен Мишель. А с другой стороны, какая разница? Давайте глянем. Давайте одного сделаем. Глянем, какую нам прокачку там дадут. Шесть. Вообще. Шесть этих. Шесть зарядов. Какие-то там конголесские киросиры бегают. Ну, это я думаю, не по мою душу. Мы тут со всеми с соседями дружим. С тремя открыли. Военную инженерию. Картографию. Подождите. А че это? Не, ну, военную инженерию это Акведук, да? С тремя это феодализм. Ну, а литье своим путем. Ладно, понял. Акведук есть. Сейчас еще, кстати, давайте... Фигася, 31,5 бабки. Вот это да. И три производства. Ну, отправляем. Зашибись. Так, что это там за апостол за мной? Бежит. Куска обращено. Сауса обращено. В гранаде пять жителей. Ну, наверное, в Антовайлью пойдем. Средневековый ярмарк. О, к монархии. Вот он, Монсен-Мишель. Так, здесь, значит, выкупаем клеточку. Вырубаем пшеничку. И знаете что? Пшеничку я для крака вырублю. Мне надо, чтобы он до десяти вырос. Здесь девять. Меняем сюда. И... Тут у нас театралочка поехала. Два посла. На что Наска хочет обратиться в Веру? Ну, мне бы, наверное, поставить карточку первой посолы в Лавенту, конечно. Скидка на улучшение юнитов может уже доделать. Нужен... Нужно ли мне три арбалета прям? Так, то есть не хочется на самом деле 60 монет тратить. Давайте нет. Мне надо было два арбалета для ускорения. Харе. Так, значит, это мы уберем. Тут первый посол. Новый строительный. Я там, по-моему, строители не делаю. Производство, международные пути, сто процентов. Или взять... Не знаю, что-то как-то... Или взять... Возьму сначала в Лавенту... Ой, да, в Лавенту, да. Добросим. Угу. Ну, я тут хочу... Хочу такой треугольничек сделать. Так, ну и что нам тут строить? Я... А, давайте строители. Раз я поставил эту карточку. Клетка не покупается пока. Дорого. Этим пойдем какое-то производство поднимем во Вроцлаве. Тут пока постоим. Блин, тут надо решить. Либо на это болото ставить, либо на бананы. Мне хочется больше на болото. Я тогда больше морских ресурсов захвачу. Как и шоу гавани соседство не такое крутое будет. Ну, ну и что так? Давайте ставить, кинус тут повышения. В других цивилизациях с утроенной силой. Вот это отлично. Либо религию на три раза больше, если мимо чудо проходит. Вот это, конечно, вопрос. По-моему, с утроенной силой круче. То есть я смогу шесть раз по 330. То есть религиозная сила будет 330. В итоге я считайте на 1980 распространю. Или на три раза больше, то есть девять раз по 110, то есть 910. Грубо говоря, в два раза хуже. Поэтому с утроенной силой. Только сначала давайте мы подойдем к Китаю. И распространять я буду, конечно же, начиная откуда-то отсюда. Потому что шиньян я и так обращу с помощью кампуса. Так, ну тут тоже нужен строитель. И, наверное, я вот как раз тут я строителя куплю за веру. А буду строить. Блин, тут у меня селитра есть. Отлично. Блин, а что ж мне это построить-то? Какие выкисевания. Ну, гавань. Гавань нам тут нафиг нужна. Ну, давайте еще строителя начну. Ну, конечно, я его отложу, когда кампус... Под кампус вырублю овец. Гавань готова. Маяк. С тремя, военная инженерия, картография. Рейна во Вроцлаве. Растем. И две селитры... Даже у меня три селитры, на самом деле. Ну, короче, селитры... Ой, даже раз, два, три, четыре. Короче, с селитрой все... Все у меня зашибись. Посольство из Атконга. Анкарват. Блин, я забываю, что надо... Забываю поторговать реликвием. Вот это как-то неправильно. Я бы уже кучу всего имел. Следствие театральной площади. Плюс два к жиле с тремя специализированными районами. Какие-какие вот странные прокачки... Мокши. После постройки зданий дает веру в размере 20%. Ну, кстати... Ну, для этого надо... Вот это прокачать, что... Просто какая-то бесполезная хрень. Честно говоря, я лучше еще одного губернатора возьму. Я хочу где-нибудь что-нибудь... Вырубать. Вот я хочу камень когда-нибудь влегнется, потому что тут надо будет кампус ставить. Плоцкое... Дерево вот это. Ну, не знаю. Все как-то так... Неопределенно... А если из больших городов, то куда бы я хотел? Снова в легницу хочу. Так что Магнуса в легницу. Подождем. Посмотрим, сколько у меня тут денег еще будет. Все. Хочу это дерево вырубить. Собственно, это и сделаю. Очевидно. Вы знаете, даже, наверное, амбар сначала. В быбище не хватает жилья. Ну, прибыли апостолы шведские. Ну, инка тоже под моим... Под моей религией, да? Да. Неизвестный игрок троих образец. Ну, вот протестантизм будет главным соперником, очевидно. Потому что на другом континенте... Давайте смотреть. Иудаизм 4, даосизм 11. И мы его сейчас будем выжигать. Католицизм 22. Протестантизм 16. Еще православие есть 17, между прочим. Блин, да тут есть проблемки. Так, давайте займемся попыткой выкупить реликвии. Зуб пророка. 111 и 14 вход. Сначала прийти я гляну. Несколько ли мне с алмазами поменяться? Кофе. Так, ну давай кофе. 13 золота вход. Ну, так как шведка припухла слегка, то я могу алмаз в принципе и поменять на зуб пророка. Все равно 6 вход хочет. Так, что насчет вот этих очков влияния? Вот так давайте. Так, наконец-то у нас зуб пророка есть. Я смогу его вставить вместо своего. И у нас еще 2 реликвии можно. А что у нас там? Наша способность. Священные места получают стандартный бонус веры. Понятно. Все реликвии дают бонус к вере плюс 2, к культуре плюс 2 и золоту плюс 4. Кайф. Так, у Швеции не было. У Инка, по-моему, было что-то. Нет, нету. Конга точно нету. Ну, просто я ее поменял недавно. Китай нету. Вавилон? Вот. Вавилон. Тоже готов торговать. Во-первых, мы ему все влияние отдаем. 17 заход. Во-вторых, все железо. 12 заход. И одномоментно что-нибудь. Что тут только сотнями добавляется? 150. Готов принять. 125. Готов принять. 113. Готов принять. 107. Так, господи. 103. 104. Ясно. Ну? А, нет. Взял Дегор более равным. 105. Вот. Готов принять. Окей. Блин, что-то у меня мало где реликвий хранить. Как-то. У меня будут апостолы-мученики, а реликвии-то некуда складывать. Монсен Мишель теперь не такой же крутой выглядит. Ну, просто потому что реликвий некуда складывать. Да, ну вот теперь можно выкупить клетку. Так, ну я думаю, в католицизм граната сама перейдет, как и Гонконг. У меня влияние посильнее. О, что-то поменялось. А, квартал Медины вместо инсулы. Бонусы соседства театральной площади. Надо ли мне? Промышленной зоной гавани точно не надо. Центра коммерции точно не надо. С двумя и более повышениями у меня только Пингала в столице. С тремя и более... Ну, слушайте, у меня там буквально пару городов. А с другой стороны, а что мне другое ставить? Это пока у меня только одна театрология, то она плюс два. Кампусы нету. Ну, я бы поставил на чудеса, но дело в том, что это только на древнего мира античности, а Монсон Мишель это возрождение чуда. То есть он не работает на... Соседство. Да, но это все не работает. Ну, во-первых, вернем плюс два влияния, конечно. Ну, может, содержание юнитов. Ну, блин. Вот, знаете, у меня и так уже 160 от караванов. Не скажу, что это прям офигительно будет. Может, плюс один от гарнизонов. Давайте плюс один от гарнизонов. У меня реально стоят юниты в городах. Я бы еще раз ставил. То есть раз мы имеем плюс один от гарнизонов, этого в Люблин, этого в Познань, этого в Варшаву, этого в Легницу, этого в Плотск. Отлично. Маяк. Может, мне побольше все-таки священных мест надо? Антавалия, Уилька, Уаман. Так, тут все. Блин, тут два апостола шведских. Я боюсь туда идти миссионером. Но у меня еще два заряда. Что мне еще делать? Блин, мне надо как-то апостолов покупать. Что-то я... А вон, кстати, вы видели? Апостол. Подайте, Господи, хорошо, божественное право. Монархия, рыцарство. Ну и мы сейчас монархию будем принимать. А вот к этим чудесам, между прочим. Средневековье и Возрождение. Давайте монархию. И, значит, тут плюс одно удовольствие. И содержание юнитов уменьшается, да? Морских юнитов не хочу. Лояльность точно мне не нужна. Может, оборонительный... Ну, блин, нафига от меня стена? Вот серьезно. Я уверен, что на меня никого не будет нападать. Может, создание военных лагерей? Мы все равно там... Ну, я сейчас пока не собираюсь их строить. Так. Что-то... Сосед... Куда тут ушло у меня? Соседство священного места. Все города с районом получают плюс одно жилье. Давайте даже республиканское наследие. Ну, что мне из этого поставить? По-моему, все фигня. А это жилье и довольство. Извините. Так, давайте пока я... Чтобы не забывать, я куплю апостолов. Мне, извините, героический век идет. Фига тут, конечно, эти... Блин. Горы. А тут еще вот апостолы эти опять приперлись. Какой тут у нас? Не, ну так-то, конечно, католицизм больше, чем иудаизм. Но и... Плюс три, плюс два. Следующая эпоха пока не видна. Ну, лады, лады. Так, тут у нас амбар. Теперь амфитеатр можно. Что, что-то и дамбу можно поставить? О! О! Слушайте, как в тему-то. Так, ну амфитеатр тут я куплю все-таки за веру. Или за деньги. Давайте, наверное, за деньги строителя. Все-таки хочу веру как-то вот на апостолов и миссионеров хранить. Да? Тут я хочу эту троечку... А, стоп, это у нас не то. Как, пари, вообще, что мне тут рекомендуют? Ученичество надо, да, открывать, конечно. Строитель. Ну, наверное, тут можно лесопилочек. Блин, давайте я подумаю. Вот мне не нравится, что постоянно в шестой цивить я перебрасываю к какому-то одному первому рабочему. Хотя я хочу с остальных посмотреть. Дайте остальных посмотреть. Да, тут я убираю болото с клетки и начну с монумента. Торговля. Кроме шведского кофе еще есть чем-нибудь поторговать? А, ну мне, собственно, нечего предложить. Я там за реликвии продался. Давайте я вот сюда перегоню. Я все еще не вижу, где каравеллы. Вижу. Так, ученичество. Ну, слушайте, мне бы и Темпломайор, на самом деле, я бы очень был не против попытаться его построить. Так, значит, в Кракове. Монсен-Мишель. Блин, один из ходов. Наши апостолы поставляют способность мучеников добавить... Вдобавок... К обычной способности. То есть, мученик все. Можно посмотреть только в поеме веке. Плюс две веры и плюс две ячейки реликвии. Хотя вот это мне важно. Блин, почему-то к этому рабочему переносит. Это просто так раздражает дико. Блин, у него там апостол был. Вот это подстава, конечно же. Ну, то есть, эта зона контроля как бы сработала, понимаете? Я бы очень не хотел, чтобы мне на этого апостола... Там 6 зарядов так-то. Блин. Так, хватит к этому апостолу уже переносить меня. Так, все, я 7 походил здесь. А мне не хватит денег клетку выкупить уже. Так что, просто пока пропустим ход. В лодзе гавань, значит, маяк. В просвещении... Ну, вот либерализм тоже крутое. Эффект религиозного туризма по отношению к вашей цивилизации уменьшается в 2 раза. Ну, мне просвещение надо открывать. И где я вообще трех великих людей могу? Ну, флотоводец... Ну, то есть, у меня пророк, это один уже великий человек. Есть как-нибудь. У меня бы два. Ну, видите, торговец там Конга. Фигарит. Кстати, тоже хороший человек, великий. Но я его не выкупаю. Ну, посмотрим, кстати, следующий, по идее, я в очереди. Ладно, глянем. Стоим. У нас тут все гарнизоны дают довольство. Да, блин. Может, забить пока на Уанаку пойти лучше гранаду хотя бы обратить? Ну, против двух апостолов миссионер не выстоит. Просто вот по факту. Поэтому я бы просто сплавал в гранаду. Ну, я все исследовал здесь, в принципе. Давайте на автомат поставлю. Так, какие прокачки? На два раза больше. Снижает на 75 влияние других религий. Ну, вот это надо. Вы знаете, вот эти два апостола должны в паре работать. То есть, один снижает на 75 процентов, другой в три раза сильнее работает. То есть, я бы их вместе вел. Ну, и опять же, они должны идти туда, на задние, как сказать, на задворки Китая и оттуда разносить религию. То есть, так, чтобы можно было полностью убить этот даосизм. Может, даже с Вавилона начать. То есть, чтобы вот прям точно... Ну, тем более, что я здесь все еще надеюсь... Я бы даже... Кстати, вот это хорошая идея именно с Вавилона начать. Давайте вот как-то так поведем. Да, я хотел сказать, чтобы вы видели. Вот апостол моей религии конголесский. То есть, он строит свои уникальные районы и получает... Это способность Конго. И получает апостолов той религии, которая в этих городах есть. Поэтому именно везу-ка, что у нас Конго рядом оказалась. И везу-ка, что я распространил туда религию. Так, значит, убираем овец. Ставим в очередь тут кампус. Сколько будет строиться? Блин. Четыре хода. Ну, норм. Так, давайте сразу еще тут дамбу добавим. Блин. Без клик. А, блин, зря тут амфитеатр начал. Надо бы, конечно, с акведука было начинать. Ну. И шо поделать. Ладно, амфитеатр. Акведук в очередь. Ставим. 232. Так, еще не забыть, что я вот сюда хотел промышленную зону. Ну, конечно, вопрос в Кракове. Что мне важнее, театралку или промышленную зону в начале? Почекуток объявил войну Гранаде? Ну, это не должно мне помешать ее обращать, правильно? Какая разница? Будет она в составе, будет она в составе инков или отдельным городом? О, у меня тут еще миссионер с четырьмя. Так, ну давайте в Гонконг тогда. Потому что со Швецией уже, собственно... Что это за значок над... Над апостолом. Интересный. Камурапи объявил войну Китаю. Причем Китай постоянно его обращает в свою эту религию. И, похоже... Вавилон даже обращен, типа считается, что у них одинаковая религия с Китаем. Но это Вавилону как-то очень не нравится. Ну, это я получил очки за то, что... Краков стал десять жителей. Хочу посмотреть религиозную победу. Считается ли Вавилон обращенным? Да, видите, он в доосизме, типа. Что же на автомат этого скаута поставлю? Надоело их. Понимаю, что я за заточки не пойму. А, это те прокачки, которые у них есть. Слушай, так это не так появилось, по-моему. По-моему, раньше подобного не было. Да, передатчик, видите? Вот эти апостолы, конечно, беспокоят. Китайские. Блин, я тут взял прокачку, не подвинув апостола. Вот это... Вы можете его подвинуть на пять клеток, а потом взять прокачку всегда. Может, с бомби начать, кстати. Какая разница? Потом постепенно к мальгиуму подходить. Так, тут мы строим. Это мы захватим. Да, надо эту клетку тоже захватывать и... В Познане... А, у меня не хватает жителей в Познане. Ну, два хода. Так, тут я вроде... А, давайте тут лесопилки сделаем. Маяк готов. Можно сортировать по... Можно. Доступные пути. Самый дорогой из Вроцлава в Уанаку. Ну, это на день. Из Кракова в Уанаку. Вот. Я бы из Кракова в Уанаку, но у меня уже, по-моему, из Кракова бегает. Да. А к моим городам вообще ничего не бегает. Странно. Сюда вы мне со мной в союз заключали. Значит, у меня в Быдгоще и в Кракове есть и суконные ряды, и полностью священные места закончены, да? Во Вроцлаве священные места закончены, но нету суконных рядов. Ну, вот из Кракова излюблено внезапно в Квиллу. Ну, кстати, я бы отправил. Я бы отправил. А на деньги самый крутой из Вроцлава в Уанаку. Ну, давайте я бы излюблено один отправил, а второй из Вроцлава, когда там достроятся еще караваны. Поэтому давайте здесь купим торговца. Верфи надо открывать, несомненно. Маяк завершен. Торговца я купил. Тут надо теперь что-то строить. Ну, я могу... Нет, 25 ходов это слишком долго. Ну, мне тут промышленная зона вообще как-то никак. Ну, получается, только если вот сюда, к веду-ка сюда промышленную зону. Тогда будет тут плюс 3. В принципе, можно вырубить тут еды нормально. Тем более, я тут такую троечку сделал. Блин, такая... Залочил. Значит, давайте сюда акведук. Сюда промышленную зону. Тем более, тут тоже Венецианку можно будет тогда построить. И... Ну, блин, как-то строителя жалко делать. Давайте я куплю строителя все-таки за Веру. Построю амбар. Потому что пока он будет тут убирать рис. Стоп, а это откуда апостол? Вот откуда уже апостолы начинают появляться? Третий апостол неизвестно откуда. Ну, очевидно, опять на 75% влияние чужих религий. Блин, вот это мне очень не нравится. Вот это атаки. Так, интересно, почему у меня Швеция? Ну, очевидно, что разные религии, скорее всего, влияют. Но это еще что-то должно быть. Хотя от Швеции мы даже по развитию не особо отстаем. Неизвестно. Симпатизируют цивилизациям, которые не конкурируют с ней в охоте за шедеврами. Я вроде не конкурирую, я только реликвии. Хотя давайте... О, Швеция объявила войну Индии. Кайф. Ну, у них разные религии, очевидно. Так, проверим... Во-первых, делегацию нет. Проверяем наличие реликвий. Нет. У Конга... Нет. Конга, кстати... Я выделил, что он у меня реликвии продал, потому что Конга реликвии дают еще круче, больше всего, чем... Подождите, это и реликвии, по-моему, и всякие архитектурные шедевры, ну, типа там... Скульптуры, вот это. Так, у меня две пряности. Можно поторговать, если что. Китая нифига вообще нету. Вывел он. Так, у Индии я уже смотрел. Кристина. Все еще нет. Кофе есть. Еще не созрело мне заплатить? Созрело. Молодец. Я так долго этого ждал. И у Инка... Реликвии нет. Короче, мне надо плыть на другой континент. Реликвии находить себе. У кишенью. Так, опять же. Десять жителей и... Промышленную зону. Плюс три. А когда еще дамбу построим, будет плюс пять промышленная зона. По-моему, кайф. Блин, семь городов друг дружке воины объявили. Так, что мне тут сделать? Как бы мне так отвалить от этого апостола, что вот, например, с Конголезским воевал, а не со мной. Хоба. И католицизм стал главенствующей религией. Так, этот с утроенной силой. Так что, отходим отсюда. Слушайте, ну, 635. Наверное, надо покупать еще. Давайте я в Варшаве куплю храм. Куплю мечеть. Так. Залочил случайно. Рост производства. Рост производства. Пройдемся по городам. Чисто на производство. Скажите, а как у нас Краков растет? Семь ходов. Знаете-ка, блин, не ускоряется никак он Сен-Мишель. Я вот думаю, а нужен ли он мне так вот прям? Вот прям нужен ли? Промышленная зона плюс 2. Ну, Краков, очевидно, у меня не самый. Это нормально, что я вижу индийского шпиона? Как бы... У меня военный союз по чеку только первого уровня. То есть у меня даже еще нет... Ну, глюк очередной, короче, в цели. Вижу индийского шпиона. Она, конечно, кайф, но... Это что-то неправильно. Его не должно мне показывать. Так, я тут поставлю... А, ну, в следующем ходе я смогу кампус. Кстати, тем более еще маяк закончится. Так, значит, я излюблено... Квиллу хотел. Тут мы все раз... А, стоп, это не рабочий. Так, офиг ли он тут? А, я его привез обратно? Ну, давайте обратно в гнездо тогда. Это у нас коляска приплыла... Из своего путешествия по далеким краям. Нет, в сути, прикольно получается. Прикольно. У меня даже не так уж и прям плохо с наукой, честно говоря. Это я за счет обращения других городов в свою религию, получается. Держу темп в науке. Давайте еще апостолов. Я вижу, как я этот континент обращу, как бы вот даже представляю. Но победить? То есть у меня там еще пять цивилизаций? Смотрим. Ну, индуизм изи. Да, сизм я тоже вижу, как бы нормально продавится в итоге. Вот протестантизм 16 городов. У меня уже, кстати, 24. Я лидер по количеству городов. И православие 18. Вот это проблема. 18-16. Ислам тоже на этом континенте не проблема. И иудаизм шведский не проблема, я думаю. То есть для меня тут... Вот мой континент... Я представляю, как я могу обратить. Тем более еще, смотрите, тут сколько апостолов у Конга имеется. Я думаю, что они тут тоже сейчас что-нибудь... начнут обращать. Ну, давайте мы это уже в следующей серии посмотрим. Думаю, на сегодня хватит. Напоминаю, что... Зрители... Э, спонсоры канала продолжение могут прямо сейчас во вкладке сообщества посмотреть. А для всех остальных оно выйдет завтра. Религиозные войны в самом разгаре. Спасибо. Ой, только подождите. Вот в самом конце серии мы построили Люблин на плюс... Кампус в Люблине на плюс четыре. Я хочу проверить, что... Да, блин, ну вот... Подождите, пацаны, хочешь закончить? И куча всяких уведомлений начинает вываливаться. Довольство в двух специализированных. Ну, тут вроде ничего пока. Значит, во-первых, мы захватили территорию. И да, Шиньян сразу стал католическим. Это круто. Ну, надо все-таки... Не, надо все-таки вот эти города начинать. Уже нету смысла туда. То есть, я вот этих апостолов отправил в Вавилон. А тут надо каких-то апостолов, чтобы эти города обращать. Интересно, какой священный город? Тут как-то вообще обозначается священный город? Блин, потому что в священном городе максимальное давление идет. Как-то лицизм... Ну, у меня Краков, священный город. Но это как-то вообще непонятно. Тут бы мне понять, какой у даосизма священный город. Но, опять же, это в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok